Варкаус, фаливки и шарки пырялись по новее, и хрюкотали зелёги... ой, извините. Это была рубрика «Попытка прочитать стихи из оригинала», которая, наверное, тоже хочет унить рубрику «Гениальные шутки за 350». И, собственно, я с Тавангард, мы играем в Элисмэр, и всё очень хорошо, замечательно, у меня нет мышки, поэтому Курсор живёт своей собственной жизнью. Как бы то ни было, нам уже пора отправляться куда-нибудь в один из этих миров, надеяться, что там, может, мы найдём какой-то Бармагота, чтобы застрижать его своим стрижающим мечом. Но это не Бармагот, это Летти. О, доброе утро, Элиса. Хей-хей-хей, мне очень скучно прямо сейчас. Так, давай поиграем. Давай поиграем. Поиграем, 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 секундочку. Так, ну что же, я немного отвлёкся, потому что эта мышь как-то очень мешает. Ладно, неважно. Ну хорошо, а чё бы не поиграть в самом-то деле? Хе-хе-хе, хорошо, хорошо, что мы будем делать? Мы, может, лучше же открыть шкаф? А идея неплохая. О, утро, Элиса. Извини. Ааа, ты такой скучный, говорит она. Что же? Это не похоже на другой мир. Но посмотрим, что там прячется в шкафу. Это интересно, возможно, вот этот общий, так сказать, Нексус. Это я в Dark Souls наигрался, то я ещё не в Demon's Souls. Ну, действительно, в Demon's Souls я не играл, но на Ютубе проходил. Маленький нож. Забрать его, видимо, нельзя. А, это вот эта известная музыка. Ну, все её знают, так что назвать ей не надо, правда, друзья. Это Авангар просто пытается скрыть, что не помнит название. Да всё я помню. Но не скажу. А, так, Королева Червей. А, это вот... Эм, про Королеву Чертей, хотел сказать. В общем, это история про то, как Валет Червей украл её тарталетки или пироги, или что-то было. Потом их вернул, поклялся, больше не красил. Это очень известная история, если вы читали Алису. Стоит особо найти перевод этого стихотворения. Адаптированный. Адапа Червей напекла кренделей, в летний погоже денёк. Валет Червей был всех умней, и семь кренделеев волок. Король Червей, пожелав кренделей, Валета бил и трепал. Валет Червей отдал семь кренделей, и с тех пор он больше не крал. Выразительный, что ничего не скажешь? Так. Да, то же самое. Что же. Возможно, с ними нам ещё предстоит встретиться. Давайте попробуем эти грибочки. Плохая идея. Да, очень плохая идея. Но если у тебя это может сохраниться, то идей плохих не бывает. Как говорится. О да. То есть, тё нет. Ну блин. Ну блин. Вот я иногда задаюсь вопросом, зачем вставлять вещь, которая убьёт тебя всё равно, если ты всё равно можешь сохраниться прямо перед ней. Какой-то пыльный сундучок. Странное растение. Что-то среди листьев. Оборвём их. Сихка. Но они крепкие. Они стали просто. Их едва ли разве... Оборвать нашими слабенькими ручонками. Если вам кажется, что сейчас была какая-то пауза, то это ваше воображение. Итак, что мы имеем? А у нас есть нож. Давайте нож возьмём. Вот теперь я возьму нож. Теперь я вижу в нём пользу. Просто так взять нож не религия не позволяет. Вот какую-нибудь вазу вот эту, наверное, с радостью утащит, да? Вообще нелогично, ребята. Я бы, оказавшись в другом мире, обязательно взял бы нож. Потому что мало ли что. На край сучи совершил свинцит. Так. Так, записочка. Мой дом глубоко в лесу. Здесь много животных. И воздух довольно чистый. И вообще хороший. Место прекрасное. Кстати, меня зовут Жилец. И по ночам мне снятся странные сны. Моя семья состоит из раз матери, два отца и ещё кое-кого. Он всегда со мной. Всегда здесь для меня. От самого утра до самой ночи. Но, к сожалению, мы не можем вместе поиграть. И вообще ничего со мной сделать не может. Это явно, похоже, какой-то мерлетик. Разложит отображение её внутренностей. Вот эта печень. Ну, вы поняли, что я хотел сказать, правда. Вы очень понимающие люди. А тут у нас... Так. Моя семье. Вы не знаете, где моя золотая медаль? Она по мне в кармане, перекрывается. Всё. Если найдёте её, положите её на самый верх... Эм... На самый верхний ящик стола, там, комодали. Вон, того, что слева стоит. Папа. Пахнет вкусно. И это пахнет вкусно. Получите грибочков, правда, Алиса? А вот ещё грибочки. Как мило. Грибочки. Так. Но пока никаких медалей нам не видно. Воу, воу, воу. Господи, ну говорит. Ну говорит, что это комод. Он называет себя комодом. Внутри ничего. Как, впрочем, не видали. Ничего. Ничего нет. Если перед сном, то логично было бы искать её где-нибудь в кровати. Ну и логика. Такой странный предмет. Вроде бы она и логичная логика. А иногда и нет. Тут закрыто. Может быть. Тут, кстати, бытует такая версия, что может расстояние личности у Лети и парень, как его там звали. Рок, Рем, Рапчур, Рейп. В общем, как бы его не звали. Это просто ругали личность Леты. Или Рик его звали. А Рик вроде, да? Вопрос дня. Что я пытаюсь сделать? Может, по углам порыскать? Там, не знаю, в печку заглянуть? В корзину? За грибочек пошариться? В камине? Может, тут есть какая-нибудь подсказка? Он говорит, что она была в кровати. Но в кровати нет ничего. В мешке, похоже, тоже ничего нет. Кому от с нами отказываться разговаривать? Слушайте, так 7 минут уже прошло. Вот сейчас скример был, но вы его упустили. Может, он будет? Короче, что мы клоу развилось, ничего особенного. Пусть это что-то развивается. Не о чем волноваться здесь. Но черт побери, черт побери. Грибы, может, вы что-то знаете? Нет, они ничего не знают. Абсолютно бесполезные грибы. Что же делать? Чертовозг, мне с нее забанят. Точно забанят. Тут закрыто. Может, тут открыто? Нет. Ну, наконец-то мой гений подсказал мне, где искать. Что-то упало за кровать. Золотая медаль, как странно. Что же оно там делает? Так, ящик. Кхе-кхе. Прошу прощения. О, следующее, что будет, если положить не туда. Поэтому давайте положим сразу туда. Немного полевее. Медаль. Там, где она и должна быть. Спасибо. Дай мне это. А возьми вот это. Очередная записка. Моя мать не настоящая моя мать. Я слышал, что моя настоящая мать умерла из-за болезни. Мать, которая у меня сейчас, сейчас нехорошо за вас, они, похоже. Позже и ко мне перешла некоторая ее часть. И, соответственно, за все болезненные вещи. Но когда ее бьют, я не могу защитить ее. И это типичная травма. Очень травма. Очень типичная. Милый лесок. Милый. Хочешь поиграть с... Ну, не Тетрис. Я все понимаю, но Чарпа Бери. Это реальный Тетрис. Честно говоря, я всегда плохо играл в Тетрис. Псс. Да я в руле и провожу. Так-то я тот еще профессионал. А, что делать? Что делать? Куда повернуть? Нет, не так. Господи. Одна с собой с вашей игрой. Сори человечество. Да, е-мое. Я путаю клавиши. Профессиональный игрок. Профессиональный. Не обращать внимание, у тебя бывают ошибки. Каспаров тоже не с детства шахматы играл. Наверное. Палку, палку мне дайте. Всегда, кстати, хочу взять от своей по Тетрису. И тут такой шанс. Я просто счастлив. Ужасно. О, да. Да. О, да, палка. Мой любимый фигура. О, да. Ну, ладно, черт с ним. Наигрался. Не знаю, зачем это здесь существует. Возможно, это нам еще понадобится. Наверное, это одна из всех сложных загадок. О, привет, Летти. Там что-то блестит. Блестяшка. Как ее забрать? Летти. Я хочу пить. Хорошо? Летти. Там блестяшка. Там блестяшка же. Блестяшка там. Я видел. Табор, что это я? Блин. Не знаю, мне очень волнуто. Блестяшка. Игра лагает. У меня была блестяшка. Никакой не... Упирающая Летти. Ну, он же блестяшка. Дайте мне. Хочу блестяшку. О, да. Я гений. Амбочи или осколок чего-то. Кстати, ради те осколки нужны. Это помните в Madfather. Ну, тут, может, остаться от игры на канале, да и многие ее знают. Тоже на блестяшке какие-то блестяшки. И там за это давали дополнительную цену в конце. Возможно, тут такая же ситуация. Тут колодец. Очень вовремя. Интересно, да мы ее набираем. Вот мне тоже. Может, мы в штаны и набрали. Там в рубашку, в узлом завязание понесли. Ну, такая просачивается, протекает. Ладно, какая-то невеселая перспектива. Текст. Господин. Ладно, господин, кому-то нам больше ничего говорить не хочет. Это, по-моему, кружка какая-то. Мы сперли, идем дальше. Ага. Ты вот, будешь набирать, мерзавец. А, мы налили ведро. Ну, понятно. Ну, естественно, как бы мы еще ее добывали из колодца. Так, и почему-то, видимо, там внутри в воде могла записка. Однажды мама сказала, что мы пойдем прогуляемся. Я не хотела, но схватила меня за руку и утащила в лес. Мило. Как обычно, после долгой прогулки, мама сказала, что мы остановимся на привал. Ты останешься здесь, сказала она. Я сидела здесь все это время. Стало темно, и я испугалась. Было просто непроницаемо темно все вокруг. Я была так, так напугана. Поэтому я закрыл мои глаза и поговорила с ним. Как тебя зовут? Какая твоя любимая еда? А что, ты не любишь? Я была удивлена. Он совсем не походил на меня. Ну, довольно очевидно. Так как это, судя по всему, мир леты, или, по крайней мере, имеющий к ней какое-то отношение, то, скорее всего, Рик, это и правда ее вторая личность. И помните, это его фраза, типа, что когда лето засыпает, он всегда стоит здесь... То всегда появляется он, он стоит на страже. И, по-моему, это довольно очевидный намек на расстояние личности. Так, купили это. Лето... Спасибо. Я просто здесь, но никого не было вокруг. Мне было слишком страшно двигаться. Ален, он теперь не Алису, теперь я Ален. Ага. Ален, ты знаешь, где мы и почему мы здесь? Сон? Правда? Я была удивлена. Это место выглядит так же, как и то, где я жила. А, Рика здесь нет. Он обычно всегда здесь, держит мне за руку в моих снах. Страшно быть здесь одной. Рик? Ален? Это правда? Я не одна. Кому же это сон? Я говорю раз проснуться, и все вернется в норму. Хорошо, давай поиграем. Я впервые играю, когда кто-то со мной во сне. Словак-то в знаке, и слишком сложно прочитать мне. Ты их можешь прочесть. Ален. А то, похоже, какая-то загадка. Выглядит интересно. Ох, и не беги так быстро. Я довольно медленно хожу. Не соля меня одну. Ладно? Ладно, лето. Господи, а что там дергается? Почему она дергается? Она живая. Господи. Лете, а не лето. Ну, как скажете. И так. Хей-хей. Читать? Читать знак? Эти две торопы довольно похожи. Но оканчиваются совершенно по-разному. О, извините. А, да все прочел. Ты замечательный. И замечательен. Я ненавижу учиться, поэтому я обычно убегаю с уроков. И это, в сути, учитель с ума. О, ну я могу время узнавать. Разве не замечательно? Ты просто великолепна, Летти. Ты просто великолепна. А то что, я типа сейчас уже играю в эту игру? Да не может быть. А что за вопрос-то был? А что за вопрос-то? Я не успел понять. 1, 2, 4, 5. Неправильно. 2, 5, 6. 1, 2, 4, 5. Да не бейте, не бейте. Господи, мне сломать просто. Я сломаю. Что мне делать? Ведь я не знаю, в чем он рос. Так, ладно. Так, ну придется методом тыка. Или подсмотреть прохождение. Ну, подсмотреть прохождение, это путь слабое. Так, ладно. Давайте порой изучить эти две дороги. Может, что-то даст нам подсказку. Или ничего не даст. Или ничего просто. В чем вопрос? Говорит, не закачиваться по-разному. Значит, должны быть какие-то отличия. Вот он по грибам больше. Да нет. Тут такой горшочек, ведро, грибы. Тут, кажется, дыро грибы. Тут два знака. Так, похоже, мне надо найти какие-то совпадения, да. А, погоди-ка. Там еще что-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, поглядите. Вот это место, оно куда-то разделено на 6 квадратов. Возможно, нам нужны эти отличия. Я же вижу этот грибочек. Его здесь там не было, это я уверен. Этого грибочка там, черт возьми, не было. А нет, был. Ну, замечательно. Ну, отлично. Так, ну, вон на первом квадрате явно висит другое белье, нежели на предыдущем. Ненавижу, спец отличия. Слишком сложно. Или эти грибочки какого-то другого цвета, какие-то белесые такие. 1, 2, 3. Я не хочу отвечать. Так, ладно, дайте мне время. Да. Надо. И как? В глубоком лесу я должна была идти назад. Я в порядке. Но не похоже, что она живёт здесь. Она сказала, что уводит ее с себя. А что-то ведьма должна была так и сделаться над ней. Мне нужно было разобраться с этой злой ведьмой. Про что идёт речь? Мы говорим ещё про то, о чём говорим. Оба-на. Как странно. Что это за трюфель? Или это пельмени у дороги выросли? Или бутоны? А Рика здесь нет. Рик всегда говорит со мной, когда я одинок. И он меня всем улучшит. Всему тому, что я бы никогда сама не смогла бы узнать. Но он всегда кажется немного грустным. Вообще, когда мы говорим, мне кажется, что ему будет весело. Но я не знаю почему так. А, Алина, тебе есть что-то важное для тебя? Я не знаю. О, да, ты же потерял свою память. Прости, что спрашиваю такие грустные вопросы. Кого ты ищешь? О, боже мой. Он так неожиданно появляется. О, божечки ты ищешь. Раньше тебя не видел здесь. Привет, Алиса. А? Мини за третий. Я не Алиса. Кхм. А, нет, ты Алиса. Того, что я так сказал. Солит. 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 Не сказать, ему не так ведь будет. Это то, что мы ищем. Рик. Ой, да что же я слою пропускаю. Я завидел. Завидел, что-то изменилось. О, выглядит довольно таки вкусно. А то я подумал, почему бы просто не съесть его. То есть, я имею в виду, действительно, этот парень отсломлен. Да я и второго поймал. Как называя с этим двух птиц одним камнем? Ну, хорошо. Я сделал то, что я сделал. Давайте встретимся снова. Во сне. А? Он испарился? Рик, ты в порядке, правда? Я держу тебя за руку. Черт возьми. Его и, правда, неплохо потрепали. Рик с нами? Так как Рик не с нами, то я решил предположить, как бы, снова поставить ребром вопрос его реализ. Опа, это жаворонок. Это жаворонок. Это жаворонок? Жаворонок. Небольшой сумасшедший от авангарда. Рубрика сумасшедший за 300. Жаворонок. Так, все, спокойно. Это не жаворонок. Это какая-то крыса полевая. Жаворонок. Это была рубрика жаворонок за 400. Ну да, успокоимся. А то что, теперь везде мягкие стены? Господи, ненавижу психушки. Это была рубрика ненависть от авангарда за 500. Жаворонки. 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 Я догадался. Это монтаж такой. Я просто поставил сюда. Чтобы тот же что я пропустил. Да ладно, ладно. Всем мы верим. Всем мы грешим. Похоже, выглядит так, как это сделано из печенья. Ну, авангар всегда так. Как что-то такое квадратное. Разделяю так сразу. Мягкие стены, мягкие стены. Вон, ключ от мира. Да и понимаете, я тут минута хорошо смотрю на стены и ключ не замечаю. Дом выглядит совершенно так же. Как мой. Но все сделано из сладостей. Это так удивительно. Интересно, это вы нормальны, если я тут укушу? Учитель был здесь. Ты очень не двигайся, милая. Сладко. Так сладко. Хо-хо-хо-хо. Я голоден. Нет, я не голоден. Черт побери, куда ж мы попали. Кстати говоря, если в комментариях есть, ребята, кто этот фига знатоки, то я и так знаю, что это был Чайковский. Да, музыка была Чайковского? Дай бог, чтобы я не ошибся. Так, а вы кто такой? О, боже. Почему ты вернулась? А? Ты здесь идешь по каким-то дорогам, которые я не знаю. В таком случае не Готя заботится. Ты только больше вредишь себе. Так зачем вообще возвращаться? Я... Мне это не нравится. Рик? Опять это имя? Рик? Рик? С кем ты всегда говоришь? Здесь кроме меня никого нет. Извините, я просто вспомнил этот зло фильма. Не важно, что за фильм. Знатоки поймут? Знатоки. Вот она, вы не знаешь. Я не смотрел его. Я так упомянул. Друзья рассказали. Ну, бывает. Да и правда не смотрел. Тексту версии читал. Ну, в урке. Так, и пиши, это была версия какой-то еще бред от Авангарда за 200. Ну, ладно. Короче, здесь кроме меня никого нет. Моего мужа и тебя. Отвратительно. Он существует. Он действительно существует. Почему? Как ты можешь... Извини. Ну, попрости. Мне ж... Злая ведьма. Почему? Всегда. Всегда одно и то же. Я защиту тебя, Лети. Я храбрый. Я рискую с собой. Я герой. Это была ошибка. Герой в нашем мире долго не жил, вот улыб. Так, отлично. Я вообще где? А, ну да, ну да, ну да, ну да, ну конечно. Да. Ну да. Угу. Отлично. Очень удобно. Свое время. Да ладно, нормальное сохранение. Я что-то в эту серию только и делаю, что оправдываюсь. Ключ. Итак, у нас здесь ключ. У нас есть больная девочка. Непонятный мы. И, наконец, черный тень в углу. Так, ну что ж, герой долго не живут. А что мы сделали, кстати? Мама. Господи, она ушла в камин. Вот это магия, черт возьми. Уличная. Господи. Это реально. Вот реально. Девочка взяла и ушла в камин. Нет, я так голодна. Если бы только мой дом и моя одежда были сладостями, тогда бы все в моей семье наконец смогли хорошо поесть. Ох, ну думаю, шоколад дает очень быстро. Это не сработает. Я всё сожгала. Когда я всё взял на себя, она смогла улыбнуться. Я любил её. Правда. А почему я была рождена? Учитель приготовил две постели. И тут также и одежда для меня. Разве это правильно? Разве это неправильно? Что я существую? Тичер... Тичер... Ой, учитель. К сожалению, не могу и предположить на самом деле. Вот предпоследствовать слово «ре...» Так, дай-ка подумать. Нет, я не знаю, на самом деле. Но что-то тоже вопрос про её существование. Слава в конце. И слишком сложно прочесть. И мы снова здесь. Кролик. Так, ты это сделал, а что ты бачишь? Один мир за другим, это... Ой, ещё не волнуваться. Ну хорошо, справедливо. Ты восстановил одного из них. Я буду собирать всё, что ты дошёл в этих мирах. Скоро они всё равно все испарятся. Да, и Алиса тоже. И пора на странице, и я все соберу их вместе. Вот, держи. Ну, спасибо. А теперь я открою дверь к следующему миру. Я на тебя рассчитываю. Это замечательно. Так, записка. Списная книжка, и написано Лети. К сожалению, не почитать. О, привет. Все права эти мира, их кто-то установил. Слышно, не шли. Сам я этого не понимаю. Но у него должно быть было полно-полно времени. Создать эти губы и права. Но мы должны следовать их. Потому что если мы не будем, то нас покажут. Что? Варьёшь, 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 варьёшь? Что? Но то, что считается нормальным, варьируется от человека к человеку. Парень, да ты не очень выглядишь. Ты не всё-таки волноваться о том, кого ты только встретил. Ты совсем не устал, говоришь? Хе-хе-хе. Ты это тоже забыл? Я всё знаю. Потому что я украута. И, конечно, я назад этого не отдам. Поэтому скажи мне, правда ли внутри тебя эта пустота? Там вообще что-нибудь есть? Я не уверен. Именно так. Ну хорошо. Я спрашиваю тебя снова. Попозже. Что-то про моё отчаяние, что-то очень скоро. Эй, ну всё. Время наше окончилось. Поговорим позже. И очень правильно сейчас сказал четвертый код. Время и правда окончилось. На этом серию предлагаю закончить. Сейчас я проведу какую-нибудь смешную шуточку на вкачание серии. Но я не смог. Уж извините. Это была рубрика «Извинения за 250». Спасибо. Вы замечательная публика. Увидимся в следующих сериях, друзья. С вами вам, да. До новых встреч. До новых встреч.